Из всех священномучеников Русской Православной Церкви, пострадавших от большевиков, отдельного упоминания заслуживает святой Иоанн Царскосельский. 31 октября 1917 года, по старому стилю, отряды большевиков сражались с войсками Временного Правительства, вступили в Царское Село. Отец Иоанн Кочуров был обвинен в поддержке казаков, объявлен врагом революции и после допроса расстрелян. Так миссионер, учитель, священник стал жертвой Красного Террора, развязанного во время Октябрьской Революции и Гражданской войны. Родился отец Иоанн 13 июля 1871 года в селе Бегильдина Донского уезда Рязанской губернии, благочестивой и многодетной семьи сельского священника Александра Кочурова и его супруги Анны. То есть происходил он из среды потомственного провинциального русского духовенства, судьба которого всегда была непростой в России. Поместное сельское дворянство не принимало в свою среду сельских священников, отторгало их также и земская интеллигенция. Но с другой стороны, священники были первым в полной мере хорошо образованным сословием в России. В 19 веке уровень обучения представителей духовенства был куда выше, чем, к примеру, образование провинциальных дворян. Поэтому неудивительно, что будущий отец Иоанн, окончив Донковское духовное училище, продолжил обучение в Рязанской духовной семинарии. После ее окончания он блестяще выдержал вступительные испытания в Санкт-Петербургскую духовную академию. Со студенческой скамеи отец Иоанн мечтал стать миссионером. В 1895 году он получил диплом Санкт-Петербургской духовной академии и по собственному желанию был направлен на миссионерское служение в Соединенные Штаты Америки. Незадолго до путешествия за океан отец Иоанн вступил в брак с Александром Чернышевой. К слову сказать, другой бы на его месте отказался от долгого путешествия в протестантскую Америку. Ведь брак давал ему неплохие шансы оказаться в штате Санкт-Петербургского духовенства. Супруга отца Иоанна была дочерью диакона Казанского собора. Если бы выпускник только захотел, то мог бы остаться в России. Однако же он не побоялся и родному краю предпочел трудное миссионерское служение на чужбине. Сначала отец Иоанн с матушкой прибыл в Нью-Йорк, где он освоил английский язык. В большинстве районов Соединенных Штатов в конце 19 века православная церковная жизнь только зарождалась. И со стороны духовенства существовала необходимость именно миссионерского служения. Требовалось создать полноценные православные приходы среди бывших эмигрантов различного вероисповедания, родом со всего мира. Именно в один из таких районов епархии предстояло отправиться отцу Иоанну. 27 августа 1895 года он был рукоположен в сан священника, преосвященным Николаем, епископом Оливудским и Аляскинским. Начало приходского служения отца Иоанна стало связано с открытием православного храма святого Владимира в городе Чикаго в 1892 году. Также отец служил и в церкви трех святителей соседнего городка Стритера. В одной из своих статей в декабре 1898 года отец Иоанн дал точную характеристику состава прихожан. В частности, он писал, что православный приход Владимирской Чикагской церкви состоит из немногих коренных русских выходцев, из галицких и угорских славян, арабов, болгар и оравитян. Большинство прихожан – народ, зарабатывающий себе на пропитание тяжелым трудом по месту жительства на окраинах города. Приход был бедным, а ведь это очень важный момент для Америки. Там многое зависело от того, каковы финансовые возможности приходской общины. В отличие от Российской империи, отцу Иоанну не приходилось рассчитывать на материальную помощь церкви. Уже в первые три года своего приходского служения отцом Иоанном были присоединены к православной церкви 86 униатов и 5 католиков. Число постоянных прихожан в храмах Чикагского стритерского прихода существенно возросло. При обоих храмах работали детские церковные школы, в которых обучались более 20 учеников. Трудами отца Иоанна в 1903 году в Чикаго был построен новый храм. По словам его друзей, к этому сложному делу он подошел с подлинным пастырским вдохновением и с трезвым практическим расчетом. Строительство благословил будущий российский патриарх, святитель Тихон. Храм потребовал значительных по тем временам затрат 50 тысяч долларов. Деньги на постройку были собраны отцом Иоанном во время отпуска в Россию, куда он прибыл в 1900 году. В это же время, по представлению святителя Тихона, за свои вдохновенные труды отец Иоанн был награжден орденом святой Анны третьей степени, а через три года указом святейшего синода был возведен в Сан-Протеереев. В 1907 году его миссионерская доля была завершена. Отец Иоанн вернулся на родину, где был приписан к лиру Преображенского собора города Нарвы. Приказом главнокомандующего Санкт-Петербургским учебным округом отец Иоанн был утвержден на действительную службу в мужскую гимназию и по найму в женскую гимназию Нарвы. Он исполнял обязанности законоучителя, и именно эта должность стала основной сферой его церковного служения на предстоящие девять лет жизни. С ноября 1916 года отец Иоанн назначается приходским священником Екатерининского собора царского сила. С первых месяцев он зарекомендовал себя не только как ревностный и благоговейный совершитель службы Божией, но и как красноречивый эрудированный проповедник. Его проповеди собирали под сводами Екатерининского собора православных христиан со всех концов царского села. Мир и покой, заслуженные его трудами, наступили в 1916 году. Казалось, что столь успешное начало приходского служения на родине должно было открыть для отца Иоанна начало спокойной жизни. Ему исполнилось 45 лет. Он жил в семейном счастье с матушкой и пятью детьми. Старший сын Владимир находился в это время на военной службе. Характерное для него пастырское вдохновение и самопожертвование могли бы сочетаться с житейской стабильностью и духовной умиротворенностью. Но тихая, благочестивая пора его жизни оказалась весьма кратковременной. События февральской революции, разразившиеся в Петрограде в 1917 году, стали постепенно втягивать царское село в кровавый водоворот всеобщего безумия. Через несколько дней после захвата власти в Петрограде большевиками, эхо грозных потрясений, происшедших в столице, отозвалось и в царском селе. В те дни в городе стояли казачьи части генерала Краснова, которые сохраняли верность временному правительству. Стремясь вытеснить казаков из города к царскому село двинулись из Петрограда вооруженные отряды красногвардейцев, матросов и солдат, поддержавших большевистский переворот. Утром 30 октября 1917 года, по старому стилю, большевики подошли к городу и начали его обстреливать из артиллерии. В царском селе, жители которого еще не подозревали о том, что страна оказалась тянутой в гражданскую войну, началась паника. Многие горожане, не представляя себе, что делать, устремились в православные храмы. Они надеялись обрести за богослужением молитвенное успокоение. Весь клир Екатерининского собора живо откликнулся на духовное вопрошение своей паствы. После особого молебна, совершенного под сводами до отказа заполненного храма, настоятель собора Протеерей Николай Смирнов вместе с другими соборными священниками, принял решение о совершении в городе крестного хода. Во время него священнослужители читали нарочитые моления о прекращении междуусобной брата убийственной брани. Среди них в соборе был и отец Иоанн. Вот как описывает эти события корреспондент Петроградской газеты Всероссийский церковно-общественный вестник. Крестный ход пришлось совершать под артиллерийским обстрелом. И вопреки всех ожиданий он вышел довольно многолюдным. Рыдания и вопли женщин и детей заглушали слова молитвы о мире. Два священника на пути крестного хода произнесли горячие проповеди, призывая народ к спокойствию ввиду грядущих испытаний. Мне удалось с достаточной положительностью установить, что проповеди священников были лишены какого-либо политического оттенка. Крестный ход затянулся. Сумерки сменились вечером. В руках молящихся зажглись восковые свечи. Пел весь народ. Как раз в эти минуты из города отходили казаки. Священников предупреждали об этом. Не пора ли прекратить моление? «Мы исполним свой долг до конца», — заявили они. «И ушли от нас, и идут к нам братья наши. Что они сделают нам?» Желая предотвратить возможность боев на улицах царского села, командование казачьих частей вечером 30 октября стало выводить их из города. Утром 31 октября, не встретив какого-либо сопротивления, в царское село вступили большевистские отряды. О том, что произошло дальше, рассказал безымянный очевидец трагических событий в письме выдающемуся петербургскому протеерею философу Орнацкому. Именно он сообщил о мучениях, выпавших на долю отца Иоанна. 31 октября указывается в письме, когда большевики вступили вкупе с красногвардейцами в царское, начинался обход квартир и аресты офицеров. А отца Иоанна, Александровича Кочурова, свели на окраину города, к Федоровому собору, и там убили. Убили, за то, что священники, организуя крестный ход, молились будто бы только о победе казаков, что, конечно, на самом деле не было и быть не могло. Остальных священников вечером вчера отпустили. Таким образом, одним мучеником за веру Христову стало больше. Почивший, хотя и пробыл в царском недолго, но снискал себе всеобщие симпатии, и на его беседы стекалась масса народу. Упомянутый мной корреспондент Вестника воспроизвел ужасающую картину мученической гибели отца Иоанна и последовавших за ней событий с дополнительными подробностями. Священники были схвачены и отправлены в помещение Совета рабочих и солдатских депутатов. Священник отец Иоанн Кочуров воспротестовал и пытался разъяснить дело. Он получил несколько ударов по лицу. С гиканьем и улюканьем разъяренная толпа повела его к царско-сельскому аэродрому. Несколько винтовок было поднято на безоружного пастыря. Выстрел, другой. Взмахнув руками, священник упал ничком на землю. Кровь залила его рясу. Смерть не была мгновенной. Его таскали за волосы. И кто-то предлагал кому-то прикончить как собаку. Наутро тело священника было перенесено в бывший дворцовый госпиталь. Посетивший госпиталь председатель думы вместе с одним из гласных, как сообщает дело народа, видел тело священника. Серебряного креста на груди его уже не было. Из госпиталя тело отца Иоанна было перенесено в Екатерининский собор, где 4 ноября 1917 года было совершено отпевание. Погребли батюшку по просьбе прихожан в усыпальнице под собором. Эти воспоминания корреспондента приобретают особый духовный трагический смысл. За 12 лет до своей кончины, во время честования десятилетия священнического служения, отцу Иоанну вручали золотой на перстный крест. Отец Иоанн тогда сказал, «Целую этот крест, дар вашей братской любви ко мне. Пусть он будет поддержкой в трудные минуты. Не буду говорить громких фраз о том, что я не расстанусь с ним до могилы. Эта фраза громка, но неразумна. Не в могиле ему место. Пусть он останется здесь, на земле, для моих детей и потомков, как фамильная святыня и как ясное доказательство того, что братство и дружество – самые святые явления на земле». Так благодарил своих друзей и свою паству отец Иоанн. И не подозревал о том, что именно молитва о неспослании братства и дружества русским православным людям вызовет к нему беспощадную ненависть богоступников. Варвары, которые, лишив его земной жизни и сорвав с его бездыханного тела крест, не смогли лишить его нетленной славы православного мученичества. 31 марта 1918 года, ровно через пять месяцев после кончины отца Иоанна, в храме Московской духовной семинарии святейшим патриархом Тихоном была совершена первая в истории русской православной церкви 20 века заупокойная литургия по новым священномученикам и мученикам. На тот момент количество поименно известных Священному Синоду убиенных священнослужителей уже достигло 15 человек. Всего за последующие два года на Руси в 1918 и 1919 годах, по некоторым данным большевиками, были убиты 28 епископов и 1414 священников, имена которых уже известны. 4 декабря 1994 года отец Иоанн был прославлен в лике святых архиерейским собором Русской Православной Церкви, как Иоанн Царскосельский, и с тех пор почитается первым по времени новомученикам российским. В результате археологических раскопок на месте Екатерининского собора в 2006 году были обнаружены фрагменты человеческих костей. Об этом, как об обретении мощей священномученика Иоанна, было объявлено в день празднования памяти святого 13 ноября 2008 года. Останки, до того хранившиеся в алтаре Софийского собора в Пушкине, были вынесены для поклонения. С 2013 года мощи Иоанна Царскосельского находится в специально устроенной раке в Екатерининском соборе. В заключении рассказа надо отметить, что мученическая смерть святого отца Иоанна стала суровым предзнаменованием, грозным предостережением для всех священнослужителей и мирян в годы нарастающего хаоса гражданской войны. Святейший патриарх Тихон, лично знавший отца Иоанна, писал его вдове. Храним в сердце твердое упование, что украшенный венцем мученичества почивший пастырь предстоит ныне престолу Божию в лике избранников верного стада Христова. Вся жизнь Иоанна Царскосельского – это пример судьбы истинного священнослужителя. И как бы ни печально была трагическая кончина мученика, но в ней есть и утешение – от сознания, что святой отдал всего себя за любовь к Богу и ближнему. Продолжайте знакомиться со святыми личностями вместе с нами. Учитесь и перенимайте качество характера у лучших. До встречи в следующем выпуске.